Я бы убедительно попросил, в последние дни, и вчера аппаратное совещание областное, которое проходило под руководством губернатора Сергея Владимировича Морозова, тоже с этого началось. И в принципе мы с вами работали практически по общему, это погодные условия. Я убедительно прошу, у нас вчера было несколько очень серьезных порывов линий электропередач, особенно это пригородные зоны, частный сектор. Отработали в общем-то профессионально, поэтому я очень попрошу, вот сейчас мы направили силочку Сергея Викторовича Александровича Черепанова для работы в областном штабе, который будет проходить сейчас в 8 часов под руководством Яковлевна Александровича. И просьба убедительная, просьба убедительная, здесь Андрей Владимирович Вас, так как вы представляете здесь наш личный документ сектор, и Церляева Максима Игоревича, очень попрошу, то есть приведение информации до населения. Как мы обычно используем, то есть у нас есть сегодня и телевизионные каналы, и есть радиоканалы, то есть до народа, доведущую свежую информацию, потому что вчера на некоторое время был закрыт аэропорт, отменялись рейсы автобусные в все эти районы, поэтому народ об этом должен знать, и сегодня даже в утро, когда я в 5 утра ехал по работе, туман. Поэтому в отношении к населению, чтобы в таких вот условиях принимали адекватные меры, чтобы не оказаться в очень серьезной такой обстановке. Поэтому я очень надеюсь, что эти меры, которые мы с вами принимаем, они должны сработать четко, так как мы сработали с вами вчерашний день и сегодняшнюю ночь. Вчера в 22.00 последние подключили деревню Купшизовка, в железнодорожном районе там были порваны провода, поэтому отключение электроэнергии влечу сразу за собой ряд очень серьезных причин. И Яна Александрович, как мы вчера на вечернем штабе определялись, особое внимание в детском социальном обращении. Это там, где на территории города у нас расположены объекты с круглосуточным пребыванием людей, там, где детские сады и школы, все это должно находиться в серьезном контроле. И очень прошу, Павел Анатольевич, в связи вот с такими событиями, то есть и продовольственное обеспечение должно быть полным объемом. Я очень прошу, штаб практически перешел в связи с погодными вот этими явлениями на круглосуточный режим работы, ситуацию отслеживать. Но очень прошу информировать население, принимать меры для того, чтобы не нашли неприятных момент на территории города. Присаживайтесь. Хорошо. Значит, учитывая неблагоприятные погодные условия, вчера было принято решение о обильной посыпке в поле в дорожной сети. Скажем, полностью неблагоприятный прогноз, слава богу, не оправдался. Погодные условия позволили без проблем пройти эту ночь сложную. В ночь у нас работало 79 единиц, было посыпано 64 тонны ПСС, 24 кубических метра твердого реагента, около 30 тонн жидкого целевого раствора было высыпано. То есть сейчас видим дороги все в проезжем состоянии. Сейчас мы выйдем с техникой, будем все это подметать, убирать, потому что ожидается переход минусовые температуры с сильным снегом. И в этот момент будет техника работать на уборке. Также вчера были продолжены работы по ямочному ремонту. Вчера были выполнены работы на улице Рябекова, на улице Питепровозе. Вчера было уложено 50 квадратных метров холодного асфальта с применением битумных материалов. Если с начала года за январь было уложено всего 150 квадратных метров, то вчера удар на проработы сразу сделано 50. Работа будет продолжаться и дальше. Сейчас погодные условия меняются, температура опускается к нулевым плюсовым. То есть ситуация на дороге будет меняться, будет императивно реагировать, смотреть, с проблемами, с там выезжать, пусть мы работаем. Продолжение следует...